В этом доме на улице Севастопольской злостных неплательщиков несколько десятков. Коммунальщики с ними неоднократно пытались договориться. В офисе компании Бийск Энерго должники могли оформить рассрочку. Одни положительно отреагировали на встречное предложение энергетиков, другие его проигнорировали. Те, кто не пошел на контакт, сегодня остаются без горячей воды. Здравствуйте, специалист компании Бийск Энерго. Вам было направлено уведомление о задолженности. Что ж у вас так много? Представитель управляющей компании? Знаю, было направлено мужу, пока у меня нет. Муж, это не оправдание? Я сама не работаю. Вы пришли как мера воздействия вам отрезать горячую воду? Привет. Пожалуйста. Привет. Отрезаем. На отключение злостных должников от горячего водоснабжения уходит пару минут. Вначале специалисты записывают показания прибора учета, а дальше дело техники. Делаем так, чтобы ни шланг не одеть, ничего не сделать, пока не оплатят. Потом меняем муфту и припаиваем. Все. Бывает и такое, что заложниками ситуации становятся квартиранты. Например, как в этом случае. Молодая пара сняла жилье. Хозяину они платят исправно, но тот, в свою очередь, подсчитывает прибыль, но не оплачивает коммунальные услуги. По данной квартире имеется задолженность. Вы являетесь квартирантом. Я вязала. Вы пользуетесь горячей водой. Я ему плачу деньги. Хочу горячую воду. Пойдемте туда. Очень много среди злостных должников достаточно обеспеченных бейчан, которые проживают в роскошных апартаментах и разъезжают на дорогих машинах. И почему-то эти люди считают, что не обязаны платить за горячую воду и другие коммунальные услуги. Достаточно обеспеченные люди пренебрегают оплатами за коммунальные услуги. Им тоже принимаются меры воздействия. Мы можем отключить абонентов, если у абонента задолженность выше двух месяцев. Перспектива накануне Нового года остаться без горячей воды совсем не радужная. Сегодня по итогам рейда только в этом доме горячую воду отключили в трех квартирах. Даже в той, где живут квартиросъемщики. Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит погасить имеющиеся долги. В противном случае ждите в гости слесаря сантехника. Будни.